Слава Украине! Приветствуем от Полонского и Кота, который кошка. Так вот, друзья мои, к нашей любимой рубрике. Потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте посмотрим, что где чего было. Ну, что где чего было, я уже рассказывал. По сути, добавить тут что-то сложно, потому что сегодня был знаменательный день, когда мы отминусовали еще один российский БДК. БДК Новочеркас, точно такой же, как тот самый БДК Саратов, рядом с которым он когда-то стоял в Бердянском порту, помните, да? И по Саратову прилетела тогда точка У, переломив его пополам к чертовой матери. Ну, а сейчас я уже там подробно рассказывал, не буду второй раз то же самое углубляться. Прилетел Стормшедову, и БДК Новочеркас был взорван вместе с кучей шахедов и прочей лабуды, которая была там на борту, аннигилировался на молекулы. Это огромный корабль, большой десантный корабль, приспособленный под перевозку танков, БМП, тяжелых вещей. В данном случае был загружен взрывчаткой по самое некуда, в частности шахедами. Вот. Так что блестящее достижение наших повитренных сил. И, собственно говоря, огромная отминусовка у расистов, потому что на этом корабле были замешаны, была зачумлена у них вся логистика. Итак, друзья мои, где же и что у них было? Ну, прежде всего, бои проходили по тем же самым линиям соприкосновения, что и вчера, что и позже, что будут происходить завтра, это понятно, потому что линия фронта не меняется. Вот просто, чтобы вы поняли, в течение нашего контрнаступления летнего мы освободили приблизительно там, по-моему, 265 километров квадратных нашей земли. А во время расистского наступления, вот по сегодняшний день, они захватили, по-моему, 90 с чем-то квадратных километров. Ну, так, чтобы вы понимали, да? То есть, фактически, линия фронта стоит сейчас на месте. Почему? Потому что у них огромное преимущество в живой силе, из-за чего и мобилизация у нас. А у нас есть некое, но постоянно увеличивающееся преимущество в технике. Это еще F-16 не прилетали, у них уже развалился флот и так далее, и так далее. F-16 еще не работали. Работают только блуждающие ПВО. Как видите, блуждающее ПВО привело к тому, что рашистские самолеты, типа Су-34, Су-30, да все подряд, не летают, не приближаются к линии фронта. Соответственно, наши истребители-бомбардировщики могут залетать в те зоны, в которые ранее они не залетали, просто-напросто опасаясь того, что будут сбиты более дальнобойными, более новыми рашистскими самолетами. Все, эти там не летаются. Потому что 5 штук отправили курсом русского военного корабля за несколько дней. А, еще же надо Су-24, 6 штук добавить, да. Вот, и наши самолеты имеют возможность сейчас стрелять теми же ракетами Storm Shadow, которые приходилось раньше не использовать, просто потому что не могли на нормальное расстояние приблизиться. И вот отработали в Феодосии рашистский оккупационный военный корабль. Отлично. И так, да. Но сама линия фронта пока же не движется. Подождите, немножечко изменится сейчас ситуация. У нас появятся кое-какие новые средства поражения. Соответственно, будет больше личного состава. Ну и тогда посмотрим. Но пока ситуация такова, какова она есть. Давайте посмотрим по потерям. Значит, за вчерашний день опять тысячи, опять тысячи. Я смотрю, да, тысяча-десять федерастов отправлены курсом русского военного корабля. И общее количество путирастов, путенасосов, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, ну что-то у них пошло не в том направлении, как они рассчитывали, составляет 354 960. В тот же день было, то есть вчера. У Кондропуплина 22 танка, отправлено в металлолом, 5 899 с начала российско-фашистского вторжения. И 37 БМП, БТРов, то есть броневиков различных типов. 10 956 всего с начала войны. Сумасшедшие абсолютно цифры. Дальше. 19 артиллерийских систем отработано. 8 366 с начала войны. Дальше. И средства ПВО. Одна штука за вчерашний день. Ну хоть одна это не ноль. Это все равно хорошо. 614 всего. ПВО дорогое. ПВО сложное в производстве. Иди его сделай. Самолеты 329 позавчерашнего дня осталось. Точнее со вчерашнего. И 324 вертолета. Зато было сбито много беспилотников. 22 штуки. Интересно, сколько грохнули их шахедов на Новочеркасске. Ух. Там их, наверное, гора была. 6458 всего. И одна крылатая ракета. Ну, традиционно Х-59 они плюются. Их сбивают. 1618 с начала войны. Ну и, конечно, плюс один корабль. Да какое. Это вам не катер типа серный там, да? Это дура. Это дура. Огромная дура. Да. Типа как Саратов. 1987 год производства. Это последний год, когда их выпускали еще. А потом у них... Ну, вот он-то и делал, что их не выпускают с тех пор. Таких нету больше. Да. 23 штуки корабли. И продолжаются автомобильные. Отстрел автомобиля. Отстрел логистики. Рашистов 34 грузовика. 11109. Ну, это правильно. У них сейчас большая проблема, кстати, с логистикой. Особенно в Херсонской области. А учитывая, что сейчас вот это... Коцнули вот этот вот... БДК. Плюс сейчас работают... Сейчас прямо у них там тревога из-за наших беспилотников. И в Евпатории тревога. В САКах тревога и так далее. Да. В Севастополе, насколько я знаю. Вот. Надо отработать им логистику таким образом, чтобы вот это вот вся... Все воинские части, которые там на временно оккупированных территориях Запорожской Херсонской области оказались на подсосе на большом. И так у них там сейчас уже проблемы. А что, думаете, Путин переговоры хочет? Ага. Просто он такой великий и могучий. Из-за этого хочет переговоры. Охотно верю, да. Это сказка для дурачков. Дальше. Пять единиц спецтехники. Прекрасно. Спецтехника. Вещи дорогие. Тяжелые. 1239. СВО. Рэвы, радиостанции и так далее. Это все отминусовывается. И так, друзья мои. Прошедшие сутки характерны тем, прошедший день характерен тем, что уничтожен очередной российский военный корабль. Пошел курсом, куда его послал наш пограничник. Собственно говоря, куда идет вся российско-фашистская армия. Вся вода Украина. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.